Анатолий Некрасов. Пригласи любовь в свой дом. Живые мысли на Новый год. Прогуливаясь по городу перед Новым годом и глядя на залитые огоньками витрины, множество людей на улицах и в магазинах, людей озабоченных, но возбужденных, одушевленных, радостных, я подумал, а почему, собственно, каждый год происходит всегда одно и то же? Всегда одна и та же предпраздничная суматоха, которая захватывает абсолютно всех людей любого пола, возраста и социального статуса. Каждый стремится подготовиться к празднику, готовит угощения, покупает подарки, но, главное, ждет чего-то нового. Как будто какой-то волшебник рассыпает над землей особую пыль, вдыхая которую люди начинают жить надеждой на лучшее и всеми силами к этому лучшему готовиться. А ведь, казалось бы, ничего особенного не происходит. Просто смена цифр в календаре и не более того. Время мало зависимо от людской суеты. Оно формируется из более глубокого состояния людей. И если бы люди вообще не встречали Новый год, оно все равно продолжало бы свое течение. Да и Новый год — понятие относительное. У одних народов его встречали весной, у других — осенью. Но независимо от даты, люди тысячелетиями готовились и ждали Нового года, словно в момент смены времен действительно происходило какое-то волшебство. Так в чем же заключается это волшебство? Так вот, главным волшебством является любовь. Это ее энергия наполняет пространство в предпраздничные дни. А почему это происходит? Я думаю, причину надо искать вот в чем. В предвкушении праздника у людей повышается настроение, уходит в тень мелкие обиды, какие-то сложности. В общем, человек поднимается в своем состоянии, а значит, становится более доступным энергии любви. И он сам неосознанно становится пусть небольшим, но источником любви. И чем больше веселья и радости среди людей, тем больше ее становится в пространстве. Новый год для каждого человека — это возможность обновления, если хотите, второго рождения. Но чтобы быть готовым воспринять эту новизну, нужно освободиться от старого хлама, скопившегося в душе. У многих народов существуют обычаи в последний день года выбрасывать из дома все старье. Я считаю, это замечательный обычай, имеющий глубокий духовный смысл. Но чтобы определить, что уже перешло в разряд старья, а что нет, нужно как следует перетряхнуть все, что имеется в доме. Перетряхнуть, пересмотреть, переоценить позиции сегодняшнего дня. Как вы думаете, не стоит ли человеку то же самое проделывать со своей жизнью, со своим характером, со своим сознанием? Пусть не раз в год, но хотя бы несколько раз в жизни. Нет, все-таки надо это делать каждый год. Подумайте, насколько легче станет жить, если человек привыкнет регулярно избавляться от хлама в душе. Сколько пространства освободится, и оно может быть заполнено любовью. Сколько появится возможностей для восприятия нового, неизведанного, прекрасного. Подсознательно человек чувствовал всегда, что такой пересмотр нужно делать обязательно, и тогда это новое непременно войдет в его жизнь. Отсюда и происходит всеобщее волнение перед Новым годом. Но если это справедливо для смены года, то каким же должно быть волнение и какой же должна быть подготовка человека к переходу в другую эпоху? Ведь если за год в душе скапливается столько старья, сколько же его скопилось за тысячу лет, в тысячу, в две тысячи раз больше? И это старье, не готовое воспринять новые ценности, трещит и ломается под гнетом новой реальности. Поэтому любая смена эпох всегда отмечена потрясениями, войнами, катастрофами, брожением умов. Ведь время не стоит на месте. Оно, как я уже сказал, течет независимо от человека и меняет внешний и внутренний облик всего человечества. Очень важно осознавать этот процесс и стараться двигаться в одну сторону с эпохой, вовремя избавляясь от старого, ветхого, отжившего свой век. В том числе и от старых энергий. Ведь новое время — это новые энергии, новое сознание, новая глубина в человеческих взаимоотношениях. Сознание человека должно быть хорошо подготовлено к этой новой эпохе, иначе оно станет подобно тем старым мехам, которые рвутся, когда в них наливают молодое вино. Мы живем на переломе эпох. И я предлагаю вам основательно, фундаментально перетряхнуть свою жизнь, вычистить дом своей души, избавить его от ненужного хлама. Это трудная, но очень благодарная работа. И вы сами почувствуете, насколько глубже и полнее станет ваша жизнь. Но, оглядываясь на прожитое, пересматривая, переоценивая свой опыт, следует помнить о том, что в этом важном деле не бывает мелочей. И я хочу сказать, что бытие — это не только поступки людей, но и их мировоззрение, их мысли, их слова. Да-да, слова. Поверьте, что слово, подуманное или сказанное, имеет колоссальное влияние на нашу жизнь. Мы с вами коснулись одного слова и увидели, как много глубочайших заблуждений оно несло до сих пор в людском сознании. Это и есть тот хлам, от которого надо избавляться. Освободив любовь от многотысячелетнего хлама, мы получили совершенно другую субстанцию. И здесь я тоже хочу поговорить с вами о словах, вернее, об одном столь привычном уху словосочетании. Бог покарает. Человечество так давно повторяет эти слова, что они стали восприниматься как истина. А так ли это на самом деле? Ведь Бог — это любовь, и ничего, кроме любви. Может ли любовь карать? Да, любящий родитель может наказать своего ребенка или оградить, предостеречь его от опасности. Но наказание — это не кара. Наказание — это наставление, учение. Оно и происходит от слова «наказ». А кара — это приведение приговора в исполнении. Такого приговора, который обжалованию не подлежит. Но Бог, который любит созданное им человечество, неужели способен выносить переговор, да еще и не давая при этом никакого шанса оправдаться? Простите, но это противоречит самому понятию Бога. Я только что говорил о том, что смена эпох всегда сопровождается потрясениями. И знаете, многие люди, догадываюсь, что такие есть и среди моих читателей, считают, что все эти потрясения — ничто иное, как божья кара. А ведь это трещит и разваливается то старье, та ветошь, тот ненужный скарб, который человечество с упорством жука-навозника пытается протащить в новую эпоху. Причем же тут Бог? Но слишком великое искушение свалить всю вину на высшую силу, тем самым оправдывая свою бездеятельность. Недавно мне в руки попалась одна любопытная книга. Называется она «Начало-начал» авторы Виталий Юрьевич и Татьяна Серафимовна Тихоплавы. Открываю книгу наугад. Цитирую. «И вот все огромные богатства, природные и созданные трудом российского народа, разделила между собой кучка власть имущих, без стыда и совести, с огромными бездонными карманами в зарубежных банках. Что они скажут в оправдании Господу? С одной стороны, каждое слово здесь — правда. И возразить-то вроде нечего. Но давайте прислушаемся к этим словам. Что мы слышим в них? Ведь здесь нам дана не просто информация о том, что мы и без того хорошо знаем. Здесь настроены определенного рода эмоции. Авторы затронули чувства, свойственные каждому человеку. Люди страдают от несправедливости и жаждут, чтобы эта справедливость была восстановлена. Прочитав эту фразу, человек возмутится неправедным деянием других, а потом, получив обещание, что этих негодяев, которые сумели избежать человеческого суда, обязательно ждет Божья кара, обрадуется. Возмущение и злорадство — вот что вызывает эта фраза. Может ли человек, в котором кипит разум возмущенный и который радуется тому, что кому-то в будущем будет очень плохо, может ли такой человек трезво смотреть на вещи? Ведь его сознание замутнено двумя сильнейшими негативными эмоциями. А чтобы прозревать суть вещей, нужны абсолютно спокойный разум и любящая душа. Что же за опыт приобретет человек, читая такую книгу? Неужели он духовно очистится, станет лучше, светлее, доброжелательнее? Ничего подобного. Он станет осуждать всех и вся. А осуждение по меркам всех религий — это тягчайший грех. И уж если говорить об оправданиях перед Господом, то не придется ли самому человеку оправдываться перед ним за то, что он так рьяно и бесповоротно осудил других людей на основании одной только книжицы? К тому же не стоит забывать о том, что страна, в которой мы живем, — это наша страна. Мы, ее граждане, делаем ее такой, какая она есть. И не мы ли виноваты в том, что в ней совершается зло, что в ней царит несправедливость? Простите за неприятное сравнение, но падальщики появляются там, где есть падаль. Вина за происходящее лежит на всех. Вспомните Достоевского. Все виноваты перед всеми. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется призвать на кого-то Божью кару, подумайте о том, что призываете вы ее прежде всего на самого себя. Если вы не хотите, чтобы в вашей стране, в вашем городе, в вашем доме творилось зло, не создавайте ему благоприятных условий, а уж если создали, то жалуйтесь на самого себя. Вот только один маленький пример того, как привыкли поступать и думать люди. Например, считается, что религия борется со злом. Хотя на самом деле религия ни с чем не борется. Религия призвана восстановить связь человека с Богом, что заключено в самом слове «ре-лиго», где частица «ре» означает восстановление, а «лиго» — связь. Но если кто-то борется со злом, почему же зла не становится меньше? Да потому что уничтожение чего-либо, и зла тоже, — это насилие, а значит зло. У Евгения Шварца есть замечательная философская сказка «Дракон». Герой там высказывает такую мысль. Убив дракона, рискуешь стать драконом сам. Это поразительно верная мысль. Нельзя убить дракона, потому что на его место придет другой. Нельзя уничтожить зло, ему можно только помочь переродиться. На эту тему приведу еще одну притчу. Жили на планете добрые и делали добрые дела. Жили на планете злые и делали злые дела. Надоела добрым такая жизнь, и они взяли и убили злых. Может быть, хватит бороться со злом? Неужели недостаточно всего предыдущего исторического опыта, показывающего, что никакая борьба со злом не приводит к положительному результату? А если и есть какие-то отдельные успехи, то они кратковременны и возвращаются еще большими проблемами. Поэтому я считаю, что в новую эпоху слово «борьба» не нужно переносить. Этому слову нет места в новой жизни. Если мы пригласили в новую эпоху высокоразумную сущность — любовь, то зачем нам борьба? Ее антипод. Позвольте на планете стать хозяйкой любви. Зло перерождается и изменяется под воздействием любви. Только любовь способна избавить мир от зла. Добро не насаждается насилием. И в человеческой истории имеется тому масса примеров, которые доказывают эту нехитрую, но, увы, непонятную еще многим людям истину. Примеров много, но давайте вернемся к книге Тихоплавов, коль скоро с нее мы и начали разговор о словах. В этой книге, кстати, приводится множество доказательств Божьей кары. Например, рассказывается о царе Ироде или миллиардере Анасисе, которые натворили так много зла, что им пришлось умирать в страшных мучениях. Авторы книги называют это карой. Представляю, как приятно читать это человеку, обозленному на весь мир — на жену, соседа, начальника. Читает он про Ирода, а сам мечтает о том, чтобы его начальник рано или поздно получил по заслугам. А знаете, что я вам скажу? Да, Ирод, Анасис и множество других злодеев действительно окончили свою жизнь в страданиях. Но сколько было других негодяев, которые в злодействах переплюнули и самого Ирода, но, тем не менее, дожили до глубокой старости и умерли в своей постели тихо и спокойно, в окружении многочисленных родственников. С другой стороны, сколько праведников умирали в таких муках, перед которыми страдания царя Ирода покажутся легкой головной болью. И что, тоже коснулась божья кара? Тут и есть о чем задуматься. Мир неоднозначен. Несмотря на то, что большинству людей хочется делить все на черные и белые и жить только в этой системе ценностей. При этом белым, конечно, будет бревно в собственном глазу, а черный — соринка в глазу соседа. Представьте себе безграничную Вселенную, в которой светят звезды, вращаются планеты, плывут куда-то бесконечные миллиарды астероидов. Какой маленькой покажется сразу наша Земля? Какими незначительными покажутся все наши повседневные проблемы? Ежедневно на нашей планете рождаются и умирают миллионы людей. А Вселенной нет до этого никакого дела. Да что там? Если и сама Земля исчезнет, во Вселенной все будет идти так, как идет. Но на самом деле подобные мысли — лишь иллюзия. Все в мире взаимосвязано, и первый крик новорожденного имеет отклик в самых дальних мирах. Ведь Вселенная — это единый организм, и мы, люди, — лишь клеточки этого организма. Но клетки выполняют огромную роль, и организму важно, чтобы все клетки были живыми и здоровыми. Когда заболевает одна клетка, страдает весь организм. Естественно, что он пытается своими силами вылечить эту клеточку. Вы знаете, что такое иммунитет? Это способность организма сопротивляться болезням и самовосстанавливаться. Без иммунитета человечество не смогло бы выжить. Иммунитет организма Вселенной — это гармония, основанная на любви. Именно на той живой высокоинтеллектуальной субстанции, которая все связывает и всему дает развитие. И оно не прекращает свою работу ни на миг. Если какая-то клетка будет поражена вирусом, то к этой клетке сразу направляется помощь, которая может проявиться в виде воспаления, температуры. Все это направлено на то, чтобы клеточка выздоровела. Но при этом возникает боль, дискомфорт, от которых страдают другие клетки. Человек — это клетка единого организма. Если вокруг него начинает повышаться температура, если он попадает в зону воспаления, это вовсе не значит, что его постигла божья кара. Это означает лишь то, что где-то рядом, быть может и в нем самом есть вирус, и то, что он может помочь организму выздороветь. И страдания, которые человек испытывает, не что иное, как попытка организма вылечиться. Это механизм, включающий его в процесс сотворчества. Мы все составляем единый вселенский организм. И иммунитет, то есть гармония любви, распространяется на все составляющие этого организма. И разве может любовь гневаться на больную клетку, а тем более карать ее? Да вы и сами представьте ситуацию. Вы нечаянно порезали палец. И вы берете молоток, начинаете его колотить за то, что он вам доставил боль. Абсурд. Вера в то, что любовь есть основа жизни, что она разумная и творящая, и что человек является ее творцом, позволяет многое поставить на место. Такое понимание себя и мира есть тот необходимый фильтр, который и не даст пронести в новое время старый хлам в виде заблуждений, вот таких словосочетаний, мертвого мировоззрения. Каждому желательно понять, что чем больше сумеешь пронести старого хлама в новую жизнь, тем больше будешь иметь проблем. Но не только о себе надо думать. Надо помнить и о том, что мы все одно, и твои собственные проблемы загружают и других людей. Вот какие мысли пришли мне в голову перед Новым Годом. Их я хочу предложить вам в качестве темы для размышления и для конкретных действий. Например, провести перед Новым Годом глубокую ревизию своего сознания, выписать на листок бумаги те мысли, слова, которые не соответствуют новому времени, и постараться их уже не употреблять. А лучше и не ждать Нового Года. Это можно сделать и в любое другое время. Я, например, свой Новый Год начинаю в сентябре, в день своего рождения. Мне друзья даже изготавливают и дарят специальный календарь, где год начинается с сентября. А в действительности я пересматриваю свое мировоззрение гораздо чаще. В каждой книге, в каждом общении, в каждой встрече. Практически каждый день. И это позволяет мне быть живым и интересным самому себе и людям и иметь постоянно растущие счастье. Открытая тайна любви Прошло шесть или семь лет с тех пор, как я написал книгу «Учимся любить». И вот снова возвращаюсь к этой теме. Пришло время поделиться тем, чему я научился на пути к любви. Эти годы показали, что научиться любить действительно можно. Правда, многие по-прежнему считают, что любовь — это данность, она или есть или нет, что она не зависит от воли человека. Но это не так. Такое заблуждение очень многим мешает жить счастливо. Я в своих книгах часто разрушаю стереотипы, которые бывают настолько привычными, что люди, не задумываясь, следуют им и... получают жизнь, как у всех, со страданиями и проблемами. А жизнь идет. Все вокруг меняется. И если вовремя что-то не перестроить, то она начинает тормозить, мешать, а потом и разрушать саму жизнь. Так что уж лучше убрать препятствия с пути, чем спотыкаться, останавливаться и получать проблемы.